друзья всех приветствую на торговой сессии вторника мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал а маркет составляйте ваши вопросы в секции с комментариями не забывайте ставить лайки также традиционно напоминаю что в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал а маркетс где мы на ежедневной основе публикуем большое количество аналитического контента это могут быть новостные сводки и или конкретные торговые рекомендации обязательно используйте эту информацию ну что ж по итогам торговой сессии понедельника мы точно можем сказать что очень неплохо начать эту неделю потому что все те инструменты которыми мы продолжаем торговать и с которыми мы работаем сейчас приносят уже профита сделки которые предполагали ранее снижение курса американского доллара и прежде всего на роста эталонных представителей риска это американский фондовый рынок именно все так и происходит американская валюта 92 16 индекс доллара сейчас котировки смотрим параллельно на то что происходит с американским рынком долга десятилетний трешли с 1,37 процента да мы слегка восстановились если говорить про минимальные уровни конца прошлой недели но это все равно друзья те самые минимальные отметки которые мы фиксировали в феврале то есть я склонен полагать что снижение доходности американских облигаций это тенденция уже и тренд который продолжится и чем быстрее опять же десятилетки окажутся в районе 1 и 2 процента хотя может быть это слишком оптимистичные ожидания для продавцов доллара тем быстрее мы снова будем говорить о высокой вероятности теста индексом американской валюты поддержки 90 пунктов эта неделя как вы помните очень важно для доллара буквально сегодня 15 30 по московскому времени мы будем разбирать анализировать данные по инфляции на разумеется этот показатель крайне важен для определения перспектив американской монетарной политики согласно прогнозам индекс потребительских цен как основное значение так и базовые индикации будут находиться на многолетних максимумах например базовый индекс потребительских цен на мой взгляд точно коснется четырех процентов это максимум с девяносто первого года причем с одной стороны вряд ли стоит настраиваться на какую-то повышенную волатильности для доллара потому что фрс ранее уже комментировал что прекрасно осознает риски того что инфляция продолжит расти о факторах временных факторах роста инфляции я говорил вам друзья уже неоднократно поэтому сейчас нам важно лишь убедиться в том что индекс потребительских цен пока что восстанавливается за счет реализации таких обстоятельств как отложенный спрос именно снятие карантинных ограничений проблемы с логистикой но все равно преимущественно мы должны фокусироваться на рынке труда к нему есть вопросы об этом я уже много раз говорил ждем отчет по первичным заявкам на пособие по безработице в этот четверг я думаю что там тенденции роста продолжит повышение прошлой недели и мы с вами скорее всего увидим дополнительное давление на курс американской валюты еще более важным на этой неделе будет выступление джерома паула в конгрессе вот тут конечно же он будет говорить про перспективы американской монетарной денежно-кредитной политики и соответственно его сигналы которые сто процентов будут снова мягкими потому что он в очередной раз делает акцент на важность того чтобы сначала инфляция стабилизируется ранее двух процентов и рынок труда достиг показателей 2019 года прежде чем американский регулятор начнет действовать и мягкая риторика непосредственно председателя фрс а может стать очень хорошим триггером для дальнейшей распродажи американской валюты один из авторитетнейших а членов голосующих членов фрс а президент фрб ричмонда а баркин накануне также высказал свою позицию относительно того что сейчас еще не время чтобы менять денежно-кредитную политику друзья за последние две недели мы получили точно больше факторов и причин чтобы фрс а пока что все делать так как раньше то есть стимулировал экономику за счет низких процентных ставок и программы количественного смягчения и не думал о ужесточении политики в этой связи я делаю акцент и снова ставку на сохранение нисходящей динамики и высокую вероятность того что доллар будет и дальше под давлением только что сказал про инфляцию конечно же параллельно смотрим на золото золото всегда выигрывает от подтвержденного факта роста инфляционных рисков опять же вчера на нашем канале мы делали заметку относительно перспектив золота где в качестве факторов роста отметили ситуацию на рынке долга чем ниже доходность американских облигаций тем больше поддержки для золота и еще спрос со стороны инвесторов об этом мы делаем выводы на основании последнего отчета комиссии по торговле товарными фьючерсами сейфтси 182 тысячи открытых длинных спекративных позиций роста буквально за неделю на 20000 последний раз когда а мы наблюдали подобный прирост золото восстановилась больше чем на 10 процентов это было в начале этого года кто знает друзья может быть история повторится и в данном случае поэтому по золоту ставка в лонг и тем более что мы уже котируемся гораздо выше на цены входа для сделки 1810 долларов за тройскую функцию нефть 75 33 как и предполагалось конечно же рынок останется заложником новостного фона а связано с тем будет ли все-таки прорыв в переговорах между саудовской аравией и объединенными арабскими эмиратами потому что отсутствие решения страна пек относительно того насколько можно будет увеличить нефтедобычу с августа сдерживать сейчас потенциал роста рынка потому что отсутствие этого решения это соответственно больше тянет на негативный фон связан с тем что в странах опек разлад который может привести к развалу альянса и последующему неконтролируемому увеличению на предложение со стороны всех его участников я когда проводил вчерашний вебинар сделал акцент на то что скорее всего стороны вернуться за стол переговоров и нужно ждать позитивных сигналов потому что все заинтересованы в том чтобы дорожная карта того насколько можно увеличить добычу с учетом текущего восстановления спроса была предельно ясна для всех участников и прописано вдоль и поперек и саудовская аравия вчера собственно призвала страны продолжить переговоры хотя бы формате кулуарных переговоров неформальных встреч и больше к сожалению информации нету но мне кажется что попытка лидера организации стал на пик плюс все-таки найти попытаться а компромисс это уже серьезный шаг вперед который позволяет рынку сохранять оптимизм что рост добычи будет соответствии с обозначенными ранее планами 400 500 тысяч примерно в этом диапазоне начиная с августа и это точно не угроза для всего рынка нефти поэтому сегодня мы наблюдаем уже последнее восстановление 75 33 по бренду и цели 80 никуда недели всем но взяла не против доллара рекомендовал покупать и уже хорошем профите почти на отметке 070 но я думаю что основной рост еще впереди потому что эта сделка была поддан решение резидентов банка новой зеландии по сокращению программы количественного смягчения заседания резервного банка новой зеландии это завтрашние события поэтому друзья возможно купить еще не поздно и американский фондовый рынок снп новый хай 4373 пункта и nasdaq 14 тысяч восемьсот восемьдесят пунктов если мне удастся по нас так вот достичь цели 15 тысяч пунктов я пожалуй американскую фонду в этом году даже и не буду более троп друзья потому что я ранее рассказывал вам о своей активности рекомендовал поучаствовать в этом ланге вместе со мной потому что у него был потенциал прибыли 10 процентов даже без плеча и еще одна валютная пара за которой мы следим доллар канадец сейчас котировки 12452 тоже идея под задачнее заседание канадского регулятора здесь ставка на шорт и bank of america с нами согласны потому что они считают что пара и везде ката сможет просесть до отметки 1 22 в перспективе ближайших двух тире трех недель на этом собственно все хорошие торговой сессии всем пока